Безусловно, в перспективе и в ближайшей перспективе, моя точка зрения, конечно же, препараты должны быть рецептурного отпуска. Потому что у нас в России не придумали такую полурецептурную группу, у нас нет других способов ситуацию эту мониторить. Но тем не менее, рецептурный отпуск – это выход из отчасти сложившейся ситуации с кодеинами. Повторяю, наркоманы будут переключаться на другие лекарства, нелекарства. Организация «Деловая Россия» выступили с призывом вступить и подписаться под так называемые «Харти Этики». Мы хотим, чтобы и оптичные организации, и производители, работающие на этом фармацевтическом рынке, для себя хотя бы решили те основные ключевые стандарты этического поведения, пока у нас запаздывает регулирование, пока мы еще не цивилизованно можем договориться об каким-то основным горячим моментах, хотя бы на уровне бизнеса запустить такую процедуру саморегуляции, этической саморегуляции. Да, безусловно, этика, этический стандарт, этическая хартика, как эти как называете, не решит кардинальную проблему. Тем не менее, цивилизованный бизнес, который видит на этом рынке, в первую очередь, репутационные очки, хочет на этом рынке дольше остаться, вот он под этой хартией подпишется. И у нас гораздо меньше будет возможностей уличать тех или иных неправильных участников бизнеса в продаже и промоции этой продукции. Ну и это долгосрочная перспектива, но тем не менее, я обязан о ней сказать. Это качественно улучшает социальную вовлеченность молодого населения в активную жизнь. Занятие спортом, это работа в школе, это работа с семьями. Вот эта работа, эта пропаганда сегодня практически отсутствует в нашем государстве.